Александр Усик и Тайсон Фьюри впервые встретятся друг с другом после того, как украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако эта встреча случится еще не на ринге, так как произойдет в ходе чемпионата мира по боксу среди любителей, который пройдет в Сербии с 24 октября по 6 ноября. А к слову, Тайсона Фьюри уже предупредили, что Александр Усик – это неприятности для всех перед будущей встречей за звание бесспорного чемпиона мира в супертяжелом весе. Что касается самого Фьюри, то его отец во время очередного интервью заявил, что он заинтересован в объединительном поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком. Напомним, что Фьюри расправился с Дентеем Уайлдером и защитил свой пояс WBC в этом месяце, а Усик в прошлом месяце победил Энтони Джошуа и забрал титулы WBA, WBO и IBF. Украинцу придется еще раз подтвердить свой титул в матче-реванше с британцем в начале следующего года, в то время как Фьюри придется играть в свою конкурентную игру против Диллиана Уайта. И если оба бойца избегут поражения, они смогут встретиться в 2022 году. Однако, если ситуация сложится иначе, и Джошуа победит Александра Усика в матче-реванше в начале следующего года, то следующий бой Джошуа может быть против обязательного претендента WBA Роберта Хелениуса, по словам его менеджера. Хелениус будет назван обязательным претендентом на титул WBA после победы над Адамом Кавнацки в финальном отборочном бою в андеркарте победы Тайсона Фьюри над Дентеем Уайлдером. Отметим, что WBA является следующим в очереди на обязательную защиту после того, как Джошуа в октябре прошлого года сразился с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым, а затем с обязательным претендентом VBO Усиком. И этот санкционный орган может получить приоритет над потенциальным объединительным поединком с чемпионом WBC Фьюри. Это может сделать Хелениуса, которого в 2017 году победил Диллиан Уайт, следующим соперником либо Джошуа, либо Усика, в зависимости от того, кто победит в матче-реванше.